Друзья, всем привет, с вами Полина и игра Outlast 2. Кстати говоря, слово Outlast переводится как выживание, выжить любой ценой, скорее всего, имелось в виду. И не зря оно так называется, да, на самом деле, выживание тут. Но что же касается прошлого видео, так и в нём было следующее. Меня всё время гоняют местные, также меня преследуют мои воспоминания из школы, в которой училась я вместе со своей женой и с нашей, получается, общей подругой. Я-то думала, что о моей подруге жена знает лишь из моих рассказов, а она, оказывается, мало того, что знает о моей школьной подруге, так ещё и с нами в одном классе училась, по всей видимости. Потом мне встретился какой-то добрый человек, что, конечно, в таком месте очень странно и, на самом деле, подозрительно. Я даже не сразу ему смогла доверять, но только я поняла, что угрозы беды от него не жди, как его убили. И, кстати, этим мужиком оказался никто иной, и как отец этой девушки, из-за которой, из-за мёртвой и беременной вдома ко всему, мы приехали вот сюда куда-то. И пожалели уже об этом с моей женой. Интересно, а как она там, я всё ещё её найти не могу, и непонятно. Вот я иду в какую-то сторону, а иду ли я в ту сторону, где она может находиться, если честно, вообще не ясно. Но, конечно, то, что жители здешнего поселения, городка, я не знаю, как это правильно назвать, они настроены по-боевому, настроены убить меня, так это совершенно точно. И более того, их подгоняет их предваритель Папа Нот, то есть он, пользуясь какой-то связью там с ними громкоговорителями или фиг знает чем, он их прям настраивает так против меня. То есть всеми правдами и неправдами, что, мол, чужак тут всё ещё где-то бродит, ходит, убейте его там, чем только, что только вам под руку попадётся, тем и убивайте. Ну и, в общем-то, после того, как они убили этого доброго человека, который мне помог, они всё ещё преследуют меня, эти злодеи, которые возомнили себя не весь кем. Я на самые разнообразные ужасы тут насмотрелась. Потом, в прошлом ролике, произошло какое-то очень странное природное явление. Гром прогремел, хотя вроде бы и дождя не было, также и молний тоже не было, была какая-то вспышка, если я не ошибаюсь, и все птицы попадали с неба, согласитесь, как-то это странно, да? И более того, когда я прошла дальше, то люди, которые, чьи трупы я нашла, вот мне кажется, эти люди, они были до этой вспышки и до этого грома живы. То есть, получается, их убили? Я, конечно, этого не хочу говорить, потому что нельзя к этой игре относиться серьёзно и говорить таких вещей, но, если честно, всё, что я подумала в тот момент, это Господь наказал, что вот Господу не нравится их злодеяние, и вот это происходит. Но, конечно, нельзя ни в коем случае эту игру как-то ассоциировать с реальностью и даже думать таких вещей, и уж не то, что говорить их. Давайте-ка посмотрим, что у нас с записями, ведь я что-то новое в прошлом видео нашла, записки какие-то, так, скопление зданий, новые проповеди, тайна Вэлла, новые проповеди, часть 2, Прессмертная записка Джессики, так, а что у нас тут? А, то есть, я только вот почитать могу, да? Блин, ну, я не хочу читать. Прессмертная записка Джессики! А, Джессика, это же та, с которой я в четвертом классе училась, блин, я уже запуталась, если честно, я уже не знаю, кто есть кто, Ну, то есть, в скором времени я непременно, а уж точно к концу игры, так это абсолютно точно, я выучу все эти имена, но пока что как-то я все путаю и всех абсолютно. Я думала, что Джессика это дочь вот этого бедного мужика, которого убили, который пытался мне помочь. Так, ну, тут нет ничего такого, в общем-то, в этих записях. Играть я только вот могу нажать, но зачем мне сейчас здесь играть, и я что, ради этого, что ли, записи делаю? Письмо Итана, еретики, блин, ну это жесткая картинка, на самом деле, принесенные в жертву. Что за еретики, почему у них... Ну, то есть, что за еретики, это понятно, те, кто не верит в того, или в то, во что верят, как бы, все остальные, и для этих всех остальных, те, кто не верят, это еретики, это все ясно, но почему они так странно выглядят, почему у них рога, вот этого мне вообще непонятно, если честно. Проповедь и нота, глава 5, что она делает, кстати, в таком полуразрушенном здании, вообще непонятное письмо от мужа, от мужа, потому что ошибок у него, конечно, пипец. Журнал Вэл? Чё? Так это записка Вэлла? И то есть, дети, так называемых, пораженных, 40 детей, это все под его крылом, под его началом? Что? Так вот, блин, кем, кто с ним ходит, там, кем он управляет, кто его слушается, кто ему прислуживает, и так далее, и так далее, я просто в шоке. Молитва о душе Христа в храме врата, мертвые птицы. Ну, вот эти мертвые птицы, это, конечно, очень странно, если честно, вообще непонятно, как так вышло, и что это, кстати, за место, которое мы здесь видим? Я попаду общее в это место или как? Я... Чё там написано? Не успела прочесть. Плод разрушения созреет в нечистом чреве истерзанной матери. Жесть паука-глаза и агнец принесет наказание малой блуднице, большой блуднице. Чего? Что себе дело под многими водами? Что вообще? О чём они что-нибудь несут? Я просто в шоке. Так, ну что, главный герой показал себя супер-мега-спортивным, он такой прям... И прыгать-то умеет, и всё-то он умеет делать, только вот... Куда здесь дальше, мне, если честно, не совсем ясно. Хотя, подождите-ка. Ой, блин, мне туда, да? А вот чёрт, а как же я так-то, а? Блин, если честно, вот главный герой вроде такой весь из себя слабенький, да? Сражаться не может, только убегать, если вот... Всех тех, кто его преследует, но... Мяу, горки здесь клёво! Ну, класс, я оказалась в пещере, из которой, может быть, выхода нет. Потрясающе просто, правда? Ну, а с другой стороны, а куда бы здесь ещё я могла пойти? Так вот, вроде весь такой из себя слабенький там, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, я бы на его месте не смогла так ловко и перепрыгивать, и туда-сюда... Вау! Мяу! Чёрт! Господи! Чёрт! Нет, нет, нет. Это какой-то... Херетическое храм. Ё-моё! Слушайте, ну и жуть! Я просто в шоке. Но почему они делают с людьми то же самое, что те другие? Блин, лежись, там ещё у человека свеча вставлена в руки. Да, офигеть, просто можно, если честно. А вот я и попала туда, где, может быть, моя жена. Что это за дичь такая? Они это сделали из веток деревьев? Ничего себе! Слушайте, какие... Эм... Жесть, сколько черепов! Офигеть, чьи это черепа, интересно? А-а-а! Они животное в жертву принесли! Кошмар! Это кто? Один из тех, кто меня гонял? Ага, мне, наверное, туда, да? А почему здесь все какое-то полуразрушенное? Как сюда эти так называемые еретики? Которые реально, блин, таким мастерством обладают? И вы знаете, это вот их мастерство, да, мирная русла. Они бы реально могли выставки, блин, собирать, да, деньги получать, блин, зарабатывать на этом мастерстве своём. Но, блин, нет же. Надо всё использовать вообще далеко в неблагих целях. Мяу! Я говорю, реально, спортивный главный герой. Нет, правда, а какие еретики подают сюда? Оу! Его глаза всё ещё светятся, и при приближении один глаз как бы затухает. А вот это да. А лестница полуразрушена. Чтобы выглянуть из-за края, нажмите Q-Li. Ну, уже в этом нет никакой надобности. Надеюсь, меня здесь не растерзают, стоит мне вылезти отсюда. Сохранение. А не слишком ли я громко хожу, а? Господи, ну и жесть. Ой, блин, мамочки. Блин, как на это внимания не обращать, а? Блин, надо просто не смотреть. Надо просто не смотреть. Жесть, везде эти люди растерзают. Ну, почти. Блин, с человека кожу сняли. Я просто в шоке. Везде это, везде. Ага, дальше я в темноту хожу. Потрясающе. Блин, я задумала... Кто это говорит? Это моя жена? Бедная. Блин, что? Девочка, что ли? Офигеть! Тут же была девочка только что повешенная. Куда она делась? И почему некоторые участки освещаются огнем, а другие совсем нет? Как тут еретики сами передвигаются-то в темноте? Или они в темноте видят? Увы, копаем чужака? Жесть, блин! А на что это я смотрю, а? Я так понимаю, мне в сторону вот этих вот домов всех, да? Ну, что-то я... Я не знаю. Я, наверное, не хочу к ним туда. Но, однако, что у меня как будто есть выбор, да, какой-то. Тоже мне. А кто там говорил? Нет, нет, нет! Чей-то я голос слышала? Это голос жены? Эй, а дальше куда? Ну, потрясающе. Я каким-то боком взяла спрыгнула, когда камеру отключила. Я сама не понимаю, как мне это удалось. Еще труп? Блин, в этой кромешной тьме вообще их не увидеть. Как же они тут вообще перемещаются, да? Еще эти, те, кто меня постоянно гоняет, они с фонариками. А те, еретики, которые... Блин, а что если они реально в темноте видят? Тогда плохи мои дела. Так, я опять к водичке вышла. Ну вот, я снова промочила штаны. А это куда я собираюсь заходить? Подождите-ка. Я думала, я в город, блин, пойду. А я сейчас собираюсь вообще фиг знает, куда заходить. Так, наверное, пора батарейку сменить, да? Я не знаю, сколько у меня их осталось, но так всяко лучше, чем. Если меня камера оставит в полной темноте. О! Что произошло? Ничего себе, через что я пролажу. Эта лестница полуразрушенная, но она никуда не ведет же. Ого! А мне нравится, чем питаются еретики. Это лучше, чем то мясо, которое сатанисты едят. Блин, ну вот эти вот люди, которых они используют в качестве подсвечников. Кстати, а как так получается, что... Или это не свеча, или это палка, непонятно. Ну, если свечи, то ведь горящая свеча будет плавиться. Вот как и здесь, например. Или потом со временем, рано или поздно, огонь достигнет веревки. А они пожар не боятся вот так вот учинить? Блин, что это за... Жидкая жуть! Это еще что за голова? Ужас! Головы кукол насажены. Это как будто дом, но в то же время это очень пугающий дом. Я не хочу здесь находиться. 9 марта. Еще больше детей умерло. Судя по красному шрифту, это скорее всего Вэлл написал, да? Но вот говорит, что такое... Чего? А, где-то убийство, а не грех. Ага, то есть и дети умерли не потому, что там умерли от болезней каких-нибудь, или я не знаю из-за чего. А потому что их поубивали, жесть! Нот говорит, что такое где-то убийство не грех, ведь все являются солдатами армии Господа. Мученики пали на поле наперекор дьяволу. Все младенцы с рассеченным горлом, боже! И обуглившиеся плотью будут невредимы и ждать нас в раю. Ужас просто! А они-то будут, а вот вы вряд ли в рай после такого попадете, даже не надеетесь. А еще папа Нот говорит, что наши грехи находят нас в наших снах. Наши грехи находят нас в наших снах, опять повторяется. Но в моих снах только убийство моих детей. А, вот получается, что его грех и нашел его во сне, да? Так, но в моих снах только убийство моих детей. Я просыпаюсь, смеясь, возбужденная и часто влажная от невольной пухоти сна. Фу, мерзость! Я проснулся сегодня утром, думаю, что намок от крови из рассеченного горла ребенка. Но эта влага была моей собственной. Мерзость-то какая! Другие ведь во снах тоже самое. Мы прорыли туннель, поэтому можем тайно встречаться. Мы собираемся, делимся своими видениями и гадаем, что они значат. И я все чаще думаю, что это послание. Но ничего святого. Так, это... Ой, боже. Это обитель Вэлла, что ли, здесь? Блин, жесть. Туннели какие-то прорыли, слушайте. Получается, много туннелей, что ли? Так, минутку. А почему эта комната была на засов с этой стороны закрыта, собственно, а? И свечи горят. Получается, тот, кто заперся в этой комнате, он вышел откуда-то с другой стороны из этой комнаты, опять же. Это что за место? Я в подвале, что ли, была? Ух ты! Он мертвый? Ну и ну, кромешная тьма, снова внутренности человека, а что с этим мужиком? Он-то мертв, но эти внутренности, это не его внутренности. Блин, а ничего страшного, что я так хожу шумно? Кстати, такое ощущение, что этот мужик написал то, что мы там прочли, и тут окна, и двери заколочены, и все заколочено. А как же я из этого дома выберусь-то? Ну, тут, кстати, вроде бы вообще ничего полезного. И довольно чисто, если вспомнить... Ну, ладно, не шибко-то чисто, похлебка осталась, но надо же. Если вспомнить, что мы видели в других домах, то здесь как-то еще относительно чисто. Блин, вот в этих сферах таких своеобразных иглы... Я не боюсь у колодца. Двухэтажный дом у него? Неплохо устроился? Блин, фу, мерзость-то какая. Что за жуткие картины? Под двери или окна можно предметы пододвинуть, чтобы их заблокировать? А я хочу сейчас заблокировать двери. Салливан, папа. Изекилил-жец, шарлатан, мешок с кишками. Фу, наркоман, трус, насильник, убийца детей. Это Вэл написал? То есть после всех тех убийств детей, которые... Вообще ненормальная реакция, возбуждали его. Он взял и разочаровался в папе Нотте. Потрясающе, правда? Я ушел, и я забрал с собой всех, кто имеет смелость увидеть правду. Иди за нами, найди нас, мы все ждем и хотим убить. И бла-бла-бла каждого, кого ты посылаешь на гору. Получается, я могу спокойно подойти к этому Вэлу, должно быть, который меня облизывал однажды. И сказать, я теперь с вами, ребята, и норм будет, да? То есть, как будто и не враги они нам. А мне, точнее, и моей жене. Ну, хотя бедная моя жена, блин, фиг знает, что там с ней сейчас делают, правда. А что насчет Итана? Он же мог тоже, получается, к Вэлу присоединиться, ведь он увидел правду, скажем так. Ну, вот то, что здесь написано. Кому хватает смелости увидеть правду. Я ненавижу вас. Мог ли Иисус ненавидеть крестителя за то, что он еврей? По-моему, Иисус, наоборот, помогал евреям. Уж точно он их ненавидел. Ой, точнее, ненавидел. Я не мог найти свое праведное зрение без ваших многих лет неведения и отхода в жизнедеятельности человека. У меня никогда не хватало смелости искать правду без вдохновения своей злостью из-за вашей лжи. Потрясающая злость вдохновляет. Я просто в шоке. Ваш бог — это детские суеверия. Ваша вера — смятение. Да блин, ну вот как так? Я всегда возмущаюсь, когда слово «бог» пишут с маленькой буквы. Ну, вроде как пишут, подразумевая того самого бога, но между тем с маленькой буквы. Всегда это меня возмущает. Но вот здесь, сейчас, я возмущена тем, что это слово написано с большой буквы. Потому что, ну, потому что сейчас не о том боге, о котором все всегда говорят, идет речь. Знаки истинного отца были перед вами и перед всеми нами. И вы, тщеславные, наивные, слишком глупые, чтобы перевести дух, вы подумали, что видения посланы вам в наказание злобным и ужасным богом. «Ваш бог напуган» — потрясающее сейчас слово «бог» с маленькой буквы написано. Наверное, имело смысл переводчикам уже как-то определиться, как же они это слово писать с большой или с маленькой буквы. Блин, я просто искалечена только на мою руку, посмотрите. Ужас, я как будто копала землю, блин, руками. Так, ваш бог напуган, потому что он совсем не так хорош. Ваш бог, ваше собственное эго, уязвимое и ложное смятение. Мой бог совсем не так хорош. Так чей бог не так хорош, твой или чей-то другой? Но он настоящий, и он в каждом мгновении экстаза, и его дитя бла-бла-бла, и порвёт этот мир, приведя его к вечной славе. Они какие-то озабоченные все. «Я не прошу вас присоединиться к нам, я говорю, вы присоединитесь к нам». Ага, то есть я не прошу, я утверждаю, я заставлю вас рано или поздно к нам присоединиться, да, Вэл? Потому что наша любовь больше, чем вы можете себе представить, Вэл. Ну, офигеть просто, шляпа тут чья-то. Ого! Такое ощущение, что здесь ковбой какой-то был, гитара, шляпа. Слушайте, ну... Офигеть, тут еле и череп на столе, что ведь вообще? Я не понимаю, вот там... А, кстати, я в этом городке, что ли, оказалась, который я видела оттуда, откуда-то? Офигеть, как это я так чётко, а? Вот там вроде выход на землю даже, да, более того, но дом как будто двухэтажный. Не трёхэтажный, конечно, но двухэтажный. А что у нас тут? Угу, тут заперто. Клёво. Значит, придётся... Толкать шкаф. Блин, какой же он тяжёлый! Чтоб открыть эту дверь. Так. Тут уже с фонариком кто-то бегает, но он явно от кого-то убегает. Потому что он бы просто так бегать не стал. А! Стойте, так дом реально двухэтажный. Я просто оказалась на балконе, да? Ничего себе, как клёво. Но почему здесь всё заколочено? А, батареек нет, да? Блин, жаль. Ой. Нет, вот сейчас перебои в камере мне совсем не нужны, потому что сейчас нужно быть очень внимательным. Это лифт? А зачем мне этот лифт? А что там? Я слышу чей-то крик. О! Она меня видит? Она убила того мужика, который убегал, да? Это же та самая, она то же самое говорит, что и в прошлом ролике. Минутку. Она идёт ко мне, да? Так. Наверное, у меня не получится дома тут исследовать. И где она? Если она шла ко мне, то где она? Минутку. Она уходит? И что это такое? И как это вообще понимать? Мне бояться её или не стоит? Смотрите-ка, сюда зайти можно. Потрясающе, да? Ну, давайте тогда исследуем этот дом тоже, а почему бы и нет. А вдруг я полезно и найду что-нибудь? Ну, вот, дверь. Приоткрыта. Блин, а что это за мерзость? Ну, наверное, мне стоит опасаться, да? Тех, кто может быть здесь. И вообще её даже. Ого. Как фонарь светит. Правда, светит так, что, блин, нифига и не освещает. Да как-то очень узкое пространство у нас освещает. А сюда можно пройти? Заперто. Ну, а здесь можно спрятаться. Просто удивительно. Кажется, тут нет ничего такого, да, особенного. Не знаю, как насчёт всех остальных домов, но у меня такое ощущение, что она мне тут особо походить не даст. Где она? А вон она стоит. Блин, ладно. Что-то я... Я не могу себя просто заставить туда пойти дальше. У неё нож в руках. Мне кажется, она на меня набросится. И всё, короче. Ладно. А-а-а-а-а. Ага. То есть, мне всё-таки придётся как-то... Как-то с этой женщиной взаимодействовать. Блин, там человек. Он меня убьёт? Он меня убьёт! Офигеть! Просто можно! Жесть! Даже без лишних колебаний, без каких-либо сомнений взял и напал на меня. Блин! Так, ещё раз проверим. Убедимся, да, что не так всё просто. Я просто в шоке. Так, вот опять убери кому-то. Ага, этот чувак, он здесь. Может быть, я смогу обойти здесь как-нибудь? Блин, жесть, опять кто-то кричит. Чтобы этот товарищ меня не заметил. Блин, жесть, как он на меня набросился! Что-то, я не понимаю, у них столько мертвецов повсюду. Так, кто-то идёт за мной. А вот эта женщина. Мужик. Ужас. Что там написано? Какой кошмар. Меня, наверное, окружили. Я опять там, где я чувака видела, который за мной вроде как идиот. Так. Он в туалете, что ли? Ладно, пусть лучше там будет, чем где-нибудь здесь. Тут написано, что девушки лёгкого поведения для... Для... Сатаны, короче. Жесть просто. Так, ну что, старушку я вроде удачно обошла, да? Тот мужик. Забавно, он уже исчез. А, нет, вон он стоит. Ну, короче, в тот дом лучше не соваться, да? Себе дороже. Наверное, мне всё-таки сюда, но где здесь генератор можно найти? Как я потом собираюсь вернуться обратно, я просто ума не приложу. Блин, хожу под окнами. Ой. Так, окна одно закрыто. Забито даже, второе открыто. Да, это хорошо. Так, а что у нас тут? Он спит? Или он мёртв? Так, он немножко шевелится. Значит, он спит. Не могу больше бинтов взять. А как тут лечиться-то? Я уже и забыла, если честно. Блин, жаль, что... Я не могу никак того товарища там закрыть, потому что, мне кажется, он просто может со мной плохие вещи потом и сделать. Шесть! Еретип. Они заживо сожгли человека! Блин, за мной бегут. Как там оборачиваться-то? Назад. Так. Ну, учитывая тот факт, что меня перестали преследовать, хотя вон с фонариком всё ещё там ходят, бродят, то, думаю, я могу попробовать вернуться обратно. Музыка прекратилась, кстати, такая. Поэтому, да. Я думаю, я реально могу вернуться назад. Блин, как это вообще меня сюда занесло? Так, фонарик. Блин. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Не, не, так дела не делаются. Так. Так-так-так-так-так-так. Так, меня преследуют, блин. Что за отстой? Куда тут бежать-то? Я выдохлась. А я ж тут нигде спрятаться не смогу, блин. Он меня найдёт и убьёт. А хотя стоп, я могу спрятаться. Вот же. Раз уж меня аж сюда занесло, то давайте тогда здесь спрячемся. Правда, с этим товарищем, блин, непонятно. Когда он до сюда доберётся. Так, ну он уже почти, да? Вот он светит. Я даже вижу светлёв фонарика. Сейчас, если меня он обнаружит, то это всё. Ну потрясающе, и что ли, как быть? Ё-моё. А как лечилку-то использовать? Блин, я помню, что ли? Я вот эту игру так часто, блин, играю, что вообще всё помню. Как он меня нашёл? Вот мне очень любопытно. Так. Параметры, давайте-ка посмотрим. Управление. Так. Так. Применить. Так, кнопка мыши. Переключить микрофон. Влево-вправо. Оглянуться. А где же лечилки-то у нас тут? А, бинт. Эйч. Блин, жесть просто. Чё, так сложно? С этим товарищем пипец как сложно. Ну, тут вроде как можно пока ещё расслабиться, да? Да, реально жаль, что эта штуковина не на молитвах работает. Остарушку точно можно не бояться. Так, там мужик идёт сюда. Он же... Он же не повернётся куда-нибудь сюда, и меня же он не увидит, да? Но он в туалет. А со старушкой как быть? Её вообще можно не бояться? Она абсолютно безвредная или что? Как? Я думаю, на глаза попадаться ей тоже не стоит. Так, старушка здесь, я вижу, поножу. Вроде она меня пока не замечает. А как он так меня, блин, нашёл в этом... Как это называется, блин? В этой бочке, как он меня нашёл? Я подумала, что старушка меня заметила. А почему же этот мужик, который за мной и из дома наблюдает, он сюда не идёт и меня не убивает, а? Блин, жесть просто. Ну и прыть у них. Там у них что, ребёнок, что ли, очередной похоронен? Жесть. Блин, где тут вообще... И как, главное, можно спрятаться? А он же, получается, через все эти окна за мной шёл, да? Дверь закрывается сама собой, представляете? Нормально вообще. И как это так, а? И как это вообще так, а? А что если в этом доме спрятаться попробовать? Как он взял, проснулся? Чё вообще происходит? Каждый раз что-то новое. И чё он не идёт за мной? Если честно, я не хочу туда сейчас идти. Вон он. Ходит, бродит, ищет меня. Блин, чё-то их тут слишком много. Блин. Идёт сюда. Ищет. Но, наверное, пока меня не замечает. Блин, чё-то мне не по себе. Ладно, давайте попробуем выйти. Что-то я его не вижу. Как-то странно, правда? Ну, а с другой стороны... Ну, ладно, убивают меня и бог с ними. Просто неприятно, конечно, умирать. Но не тормозить же из-за этого, да? Блин, реально, как он так проснулся? Это окно тоже можно открыть. А если через него выйти, что будет? Так, там чувак какой-то с фонариком выходит. Надеюсь, сюда он пойти не захочет. Тут, в общем-то, и некуда идти. Могу я здесь спрятаться? Это было достаточно громко, но... Между тем спрятаться я здесь могу. Так, свет фонарика вроде бы исчезает, да? Надеюсь, я могу выйти. И мне даже ничего от этого не будет. Ой, жесть, блин. А, тут я как-то сбегала, да? По лестнице, блин. Так, я могу пойти туда, как бы наверх, а могу и здесь спуститься. Но что у меня? Фонарик, фонарик, фонарик приближается. Так, идем в первую попавшуюся дверь. А что если он сюда придет же? Это же его дом, в конце концов. Тут спрятаться особо-то и негде. А что у нас тут? Ого! Давайте-ка глянем. Блин, мне как-то... Как-то они не по себе от этого места. Все кромешные тьма... Блин, он же точно в свой дом не зайдет. Но с другой стороны... С другой стороны... Это его дом. Почему бы в его дом ему не вернуться, да? Так, фонарик. Ага, фонарик я в окне не видела. О! Нифига себе! Ну и ну. Так, вот с моей батарейкой у меня явные проблемы. Ну, фонарика я здесь больше не вижу. Айси он сказал, представляете? Так, замечательно. Ой, блин. Наверное, зря я сейчас в шкафы лезу, да? Не найдешь, не найдешь. Блин! Они просто со всех сторон меня обложили. Попробую спуститься. Блин, они окружили меня! Это бесполезняк. Это полный бесполезняк здесь прятаться. Ну вот. А если я так? Давай же, ГГ! Падай вниз! Ты что творишь, глупый? Как отцепиться? Комру! Эйч! А дальше как быть? Так. Где это я оказалась? Это, наверное, тот дом, откуда я спрыгнула, да? Так, куда идти-то здесь? Ну, кажется, наверх. И побыстрее, пока меня не обнаружили. Блин, жесть просто! Они такие хитрые, такие умные. Не, ну, конечно, есть... Прям... Эй! Женщина! Это, случайно, не та ли самая, которую я видела в клетке? Ладно, она меня пока что не трогает, и бог с ней. Так вот, если бы передо мной в шкафу к ним бы спрятался, я бы тоже знала, где этого кого-то искать, но... Все-таки, все-таки они какие-то умные слишком. Так, мне нужен генератор. Фиг знает, где он тут. Сколько же это, жесть здесь? Я так громко шагаю, реально, жесть просто. А вот и генератор, да? Зачем так шуметь? Угу. Генератор-то я включу, а как у тебя на живой выбраться? Симсан, мне нужно совершенно тайно поговорить с тобой, потому что ты знаком с мазями лекарствами. Надеюсь, ты знаешь, что я не использую больше слов, чем это необходимо, когда мы совершаем вылазку в покрытый мир за бензином, электрооборудованием и другими нужными вещами, которые мы не можем сами сделать. Так они здесь как-то обособленно живут, да? Такое ощущение, что это зомби-апокалипсис, и им нужно вылазки совершать этим выжившим. Я подружился с сыном трактирщика, который продает таблетки для папы. И когда я назвал их веществами для исследований, парень засмеялся и сказал, что телу не нужен пенесалин, если только оно не изучает... Фу, ты слышал о таких вещах? Я не хочу спрашивать папу из страха не знаю чего, но я и не хочу так же случайно отравить его. Пожалуйста, навести мне, Джон. Блин, эти звуки, этот голос какой-то, это все меня с ума сводит. Мне кажется, что за мной идут. Начать? Да. Сейчас-то он как-то не запускается, хотя вот. Блин, тут... Ой. Тут вроде свет есть, но... Ё-моё. Эта старушка меня настигла. Нашла! Что-то я опасаюсь к ней приближаться. А как это она-то? Она же ходила там, проповедовала что-то. А она не позовет случаем никого, чтобы они помогли от меня избавиться. Гляньте, двери закрыли. Что-то у них тут все как-то сложно. Так, тут ворота, в которые не выйти. Очень странная старушка. Так, а как же мне сейчас пройти здесь? Желательно так, чтобы ни на кого не нарваться. Блин, там бежит кто-то. Ладно, попробую и я пуститься. Бегу. Глазнута, это она? Блин. Ё-моё. Она бежит ко мне. Попробуем пролететь, пробежать мимо, блин. Чувак, ты чё творишь? Ты глупый, блин. Жесть просто. Так как так-то, а? Так они от этой женщины убегали. Блин, зачем он стоял? Я думала, он на бегу как-то рану перевяжет. Жесть просто. Я в шоке. Ну ты клёвый, товарищ. Это она. Как мне эту... Это она войти, а? Как она вообще там появилась? За мной что ли шла? Но её явно здесь побаиваются. Ой. А это что? Это куда? Куда это? Ой. Я где? Что-то я немножко запуталась. Так, и где это она? Ага. По-моему, она меня заметила, да? Ну пусть бежит. Я попробую сейчас её обхитрить. Блин, я очень надеюсь, что у меня получится. Господи, мамочки. Если я сейчас не убегу в лифт и не спущусь, то всё. Офигеть! Она так быстро добралась для меня! Жесть! Кстати, с камерой такое ощущение, что я гораздо медленнее бегаю, чем без камеры. Блин, просто еле ноги унесла. И в итоге куда это я прибыла? Блин, ну надо же какое открытие. Они, оказывается, её тоже боятся, да? Я просто в шоке. Ладно, ребята, всё. Давайте будем прощаться. Потрепали меня здесь немножко в этом видео. Я уж думала, что я смогу, ну не знаю, не до самого конца, конечно, игры дойти без смертей. Но уж точно не в этом видео. Мне уже кости на минусе начнут. Однако да. Столько смертей было, причём самых разнообразных, да? И так всё оригинально каждый раз. Но надеюсь, что больше ничего подобного не случится. И я, конечно, надеюсь, но вряд ли мои надежды оправдаются. Надеюсь на то, что больше не придётся мне ходить, бродить по вот таким вот поселениям, где очень много врагов. Ну ладно, их не шибко много было. Но между тем, как-то их всех сбросить с хвоста, стараться им на глаза не попадаться и так далее, и так далее. Это было реально сложно. Скорее всего, такие поселения я ещё встречу. Но мне хочется верить, что больше такого не будет. Потому что реально сложно обмануть этих вот товарищей всех. Всё, ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, если вам ролик этот понравился. Всем всего хорошего, друзья. И пока.